В спортивной программе ИПО-1, ИПО-2, ИПО-3 есть раздел «Опортировка». Многие задают вопросы, как же правильно подготовить собаку к этой команде. Первый вопрос начинающего с собаковода – это возраст. Когда можно приступить к ознакомлению животного с предметами опортировки? Само собой, чем раньше вы начнете, тем проще будет вам в дальнейшем. То есть вы берете щенка приблизительно в возрасте 2-3 месяцев. Вы берете специальные приспособления, то есть это мягкие предметы. Вы учите щенка просто обращать внимание на движущий предмет. Скоро только сказка сказывается, да не скоро дело делается, скажет тот, кто возьмется за этот нелегкий, но увлекательный труд. Но с чего же начать? Или лучше сказать, с какого боку подступиться? Берем мягенький мячик на веревочке, опускаем его вниз и оживляем его, позволяем щенку догнать его и прихватить. Как он только прихватил мячик, он начинает бороться, мы должны ему отдать. То есть показать, что он выиграл, что это хорошо, что это его добыча. Когда мы увидим, что он с мячиком хорошо справляется, мы вводим элемент опортировочного предмета. В данный момент это мягкий валик. То есть щенок не травмирует свои пока еще молодые зубы. То есть он мягенький, он его прихватывает, жмет. То есть ему должно это быть нравится. Мы начинаем то же самое, оживлять предмет. Он должен его догнать, прихватить, покусать, посопротивляться. И должны мы его отдать. Затем по нарастающей можно ввести резиновый валик. Здесь что хорошо в этом резиновом опорте. То есть щенок происходит захват предмета. С помощью двух ручек мы его оживляем, немножко начинаем с ним бороться. Он включается, начинает тоже сопротивляться, бороться. И в конце мы отдаем ему как выигрышный предмет. Когда щенок уже более-менее правильно берет предмет, мы берем, усложняем, то есть приучаем его уже к нормальному, стандартному опортировочному предмету. Берем резиновый такой предмет, где пока еще, так как это щенок, здесь резиновая вставка. Мы даем ему опять же закусить, он его хватает, мы разыгруем его, делаем сопротивление, щенок включается и в конце отдаем ему как поширительный предмет. Есть также еще промежуточный подход. Это приучение его просто к деревянному предмету. Вот такой вот можно использовать. Приблизительно приходить на деревянные предметы я рекомендую уже в том возрасте, когда сменятся зубы, потому что когда произошла смена зубов, они еще не укрепились, возможно будут воспаленные десна, но когда уже полностью зубы поменялись, они окрепли, он спокойно может уже работать с деревянным предметом. Следующий уже этап, это уже деревянный самопортировочный предмет. В данный момент он идет специальной секреткой. В эту секретку мы прячем корм. Когда он вам поднесет предмет, вы открываете, достаете лакомство и скармливаете щенки. Собакой Заремой Мотор Сич мы расскажем и покажем уже практические занятия, как приучить собаку подносить опор. При обучении собаки на поднос опортировочный предмет, я порекомендовал проводить эти занятия только на поводке, чтобы вы могли контролировать собаку в любом положении. То есть берем опортировочный предмет и оживляем его. Когда вы увидели, что собака уже хорошо заинтересовалась предметом, мы позволяем ей укусить его. Теперь мы его оживляем, добавляем борьбы, включаем собаку в работу. Когда вы увидели, что собака начинает бороться, пытается вырвать его, мы отдаем предмет и начинаем его говорить. Хорошо, опор, молодец, хорошо. Демонстрируем, что то, что она выполнила, это она сделала правильно. Здесь, по рекомендации наших экспертов, предмет стоит снова оживить, чтобы животное не теряло интереса и вновь отдать трофей победителю, таким образом закрепив ее. Молодец, Зарема, хорошо, молодец. Когда вы увидели, что собака правильно держит опортировочный предмет, для того, чтобы она вам его отдала, вы его меняете на лакомство. То есть даете собаке понюхать лакомство, подаете команду «дай» и поширяете ее в виде лакомства. Берем следующий предмет, то есть имитация уже непосредственно опортировочного предмета, но здесь есть еще резиновая вставка. Дай. То есть то же самое, мы берем, заинтересовываем собаку, разыграем ее, ай, молодец, хорошо, и даем укусить. А-а-а, разыграем ее опять, включаем ее в работу. Хорошо, Зар, ай, бро. А-а-а, хорошо. Нет, опор. Опорт. Хорошо. Когда вы видели, что она включилась, начинает сопротивляться, вы отдаете опортировочный предмет. И не забывайте хвалить. Хорошо, молодец. Хорошо, дай. И после команды «дай» даем лакомство. Мы переходим к самому главному приучению к собаке, к подносу деревянного опортировочного предмета. Для этого мы сделали специальное приспособление, в народе называется это удочка. Ловим, так сказать, на живца. Апортировочный предмет словно морковь. Только вместо ослика из сказки прохожу на средину, другое животное – собака. Показываем ей апортировочный предмет. Зарчик. Заинтересовываем его, оживляем в движении. Когда мы видим, что собака уже готова схватить его, позволяем ей. Ждем, пока собака полностью захватит предмет, подходим и начинаем хвалить. Хорошо. В данном уже этапе мы вводим слово «апорт». То есть показываем, что у собаки слово «апорт» означает «держать предмет». А «апорт» – «хорошо». И вводим уже постепенно команду «дай», «дай». И меняем на лакомство. Хорошо. Молодец. Гуляй. Собаке, вы видите, эта игра очень понравилась. Следующий этап у нас уже идет обучение собаке подноса портировочного предмета. Для этого мы берем вам портировочный предмет деревянный. Уверены в том, что собака уже сможет его поднести. Мы начинаем его кидать только в первое время на небольшом расстоянии. Также мы не забываем, что собака должна будет находиться под контролем. Если что-то произойдет не по вашему сценарию, вы сможете ее подредактировать. То есть берете портировочный предмет, заинтересовываете собаку, бросаете, подаете команду «апорт», даете ей прихватить, и она подходит к вам. Хорошо, молодец. Хорошо, хвалим ее, молодец. Теперь с помощью лакомства говорит мы ей команду «дай», и меняем на лакомство. Когда вы видите, что на расстоянии около метра собака спокойно подносит предмет, вы можете увеличить расстояние. Апорт. Позволяем ей прихватить, отходим назад, она вам его приносит, подносит. Апорт. Хвалим ее, хорошо, апорт. Подаем команду «дай», и меняем на лакомство. Когда процент вашего доверия возрастает, вы снимаете контроль в виде поводка и повторяете ту же процедуру без него. Для начала дистанция в метр, затем два и так далее. В программе ИПО-1, ИПО-2, ИПО-3 есть не только поднос апортировочного предмета на ровном месте, но также и определенные усложнения, то есть поднос апортировочного предмета через метровый барьер. В этом случае для начала собаки дают привыкнуть к барьеру, препятствию, и только затем вводят команду «апорт», проигрывая на простом предмете, к примеру, мячи, затем на валике и уже после на деревянном предмете. Простойк через барьер, подаем собаке команду «барьер», «апорт», «барьер». Хорошо, она к вам его подносит, и мы начинаем играть с ним. Следующий этап подготовки собаки – это преодоление собаки с апортировочным предметом через наклонную поверхность. Мы вам покажем уже поднос собаки, апортировочный предмет через наклонную поверхность, как положено на соревнованиях ИПО-1. Барьер! Апорт! Дай! Рядом! Хорошо! Среди ошибок в отработке апортировки эксперты отмечают следующее. Первое и самое основное – это спешка. Не стоит торопиться давать собаке более сложный предмет. Отточите команду на простом мяче, не увеличивайте расстояние, не убедившись, что животное на отлично справилось с предыдущей дистанцией. Спешка не сделает из вас чемпиона. Вторая ошибка – нежелание давать собаке отдых, который она по праву заслужила. Если вы увидите, что собака начинает уставать, то есть хват апортировочного предмета становится более слабее, я рекомендую сделать паузу, остановиться, похвалить собаке, сделать какой-нибудь перерыв. То есть это может быть по времени минут 15-20. И после смотрите по состоянию животного, по его работоспособности. Если вы видите, что собака очень сильно утомилась, я рекомендую заканчивать занятие и давать собаке возможность отдохнуть. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!